Игранную органу, ещё на пенсию. Ну они вообще со старшим сменой хотят пообщаться, как быть? Сейчас подойду, я подойду. 5-0. Ну давай цепь. 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. 5-0. 3-0. 3-0. На середину, да? Хорошо Здравствуйте, Маршан, я начальник Гюн, у него зовут Сергей Здравствуйте Здравствуйте Так, у нас собственно к вам вопрос такой, небольшой Вопрос в том, что, вот мы хотели заехать на парковку Собственно, нам сказали как сначала, вот ваш там сотрудник, который вон там стоит, не тут, а там получается Ну вот, страны Ленинграды Да, 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 да Он нам сказал следующую вещь, то что на подземную парковку с досмотром, на наземную без досмотра Вот, ну нам на подземную и не надо, собственно Так сотрудник не мог вам сказать, так как у нас в целях безопасности торгового центра, да, в связи с терактом в Питере, мы производим осмотр багажника. Нет осмотра, а осмотр, визуальный осмотр. Ну, вы же знаете, то, что визуальный осмотр, это вот, ну, осмотр, грубо говоря, вот автомобиль, вот я сейчас, грубо говоря, делаю осмотр, да? Визуальный, на наличие каких-либо признаков, там, не знаю, там, ваххабиты ездят там с бородами, там, ночью. Мы же не сами открываем багажник, поэтому не просим вас, а войдите, пожалуйста, в багажник. Мы осмотрим визуально, если же вы отказываетесь, то мы не имеем права отпустить торгового центра, так как, может быть... Да, сейчас мы отъедем. Чуть-чуть назад, дайте, пожалуйста, чтобы машина могли проехать. Просто нам, как бы, что важно понять? Важно понять то, что вы, как я понял, уже, вот, ваши сотрудники, да, лицензированные ЧОПы, да? Да, лицензированная охрана, это, соответственно, они работают по закону частно-детективной охраны деятельности, так? Вот. В законе частно-детективной охраны деятельности четко прописано то, что охрана не может ограничивать конституционные права граждан, да? Мы не ограничиваем. То есть на свободу передвижения. Ну, вот. Наверное. Вообщем ограничить. Ну, а как, получается, вы, вот, ваш сотрудник отказывается пропустить нас на парковку, да, общественное место? Мы не отказываемся, проезжайте, но давайте при этом осмотрим визуально ваш багажник. В чем составляет труда вам подойти, выйти, открыть багажник? Мы его просто осмотрим визуально, причем не трогая ничего руками, просто осмотрим и, пожалуйста, проезжайте. Абсолютно ни в чем. Ну. Вот. Но. В чем причина? Ну, потому что не хочу. А? Потому что я не хочу это делать. Извините меня, тогда мы тоже не можем пустить вашу территорию, так что территория является частная, так она находится у нас в аренде, правильно? В торговом центре. Если вы хотите какие-то либо посмотреть документы, являющиеся данной территорией, да, вы можете обратиться на первый этаж, на ресепшен. Там там все либо предъявят, либо идете на тому же окачку, который вы можете. Ну, то есть парковка это не общественное место, а режимный объект, да? В смысле, это общественное место? Вот. Общественное место, значит, общественное для всех. Ну, общественное для всех. Я вам еще раз говорю, вас никто-то не запрещает. Можете идти пешком, правильно? Курить там запрещено. Распить алкогольную запитку запрещено. В общественных местах запрещено законом. Это общественное место, да? Да. Соответственно, вы заезжаете на машине, вы предъявляете нам багажник для осмотра, для визуального. Пожалуйста, приезжайте, у вас никто при этом не запрещает. Открытие багажника это называется до осмотра. Это называется осмотр визуальный. Извините, пожалуйста, вы, наверное, вот, вот, ваш сотрудник сказал, что он до этого в полиции работал, да? Вы, наверное, может, тоже, да? Или нет? Нет. Нет, не работает. Вот. Так вот, есть административные процедуры, да, некоторые, которые определены в законе, да? Осмотр, досмотр, обыск. Вот, они все отличаются. Осмотр. Это вот, ваш сотрудник визуально осматривает трассные средства перед въездом. То есть, если там сидят, там, бородачи, ваххабиты, там, типы с автоматами. Ну, поймите, что бывают люди необязательные, да, там, бородачи, там, или еще какие-то. Между прочим, у каждой нации есть такие люди, которые, может, данный объект могут взорвать. Независимо, если ваххабит он, да, а может быть, он русский, откуда вы знаете? Почему вы только на ваххабитов говорите? Согласен. Не, я говорю про ваххабитов с автоматами, если че. Люди явно сидят там с оружием, да? Извините, но вы же не ваххабит, правильно? Конечно. А помарки у вас нет? Конечно. Это чем сложность отличается в том, что вы могли просто нам открыть багажник, Абсолютно ни в чем не заключается. Нет. Так, а в чем сложность? Пожалуйста, проезжайте, давайте осмотрим визуально, проблем нет никаких. Никто вам ничего не запрещает, пожалуйста. Заезжайте по улице, заходите в торговый центр, отдыхайте, третий этаж, кинотеатр, без разницы. Вам никто ничего никогда не запретит. Просто при въезде нам нужно осмотреть ваш багажник. Мало ли что у вас там багажник. А может, вы сейчас его припаркуете, а у вас там взрывчатые вещества какие-то. Мы же не знаем. Давайте мы его просто визуально осмотрим, и все. Ну, если... Да, а в чем тогда такая сложность прийти открытым? Смотрите, вы сами вот сказали ответ, собственно, на свой вопрос. В том, что мы, как вы видите, не вахабиты там, никаких как бы оснований полагать, что у нас там какие-то взрывчатые вещества, предметы, там, запрещенные к обороту, там, килограмм героина, там, килограмм чего-то. Да нет, зачем вам там героина? Вот, не знаю. Ну, дайте я закончу мысль просто. Да, хорошо. Вот, вы сами говорите, вот, тогда почему я должен открывать свой багажник? Ну, скажите, пожалуйста. Для осмотра, для визуально. Это досмотр. Это не досмотр. Я же сказал, осмотр. Это осмотр. Осмотр производится при понятых и сотрудниках полиции. А осмотр визуально может быть? Ну, тогда... Ну, тогда для осмотра вам, в рамках закона, если у вас... Я вас не слышу. Я говорю, если у вас есть какие-то подозрения, в рамках... Ну, и вы хотите осмотреть, то... Ну, не возникло подозрений, когда человек приехал на парковку или развлекаться в торговый центр, да? При этом он отказывается, не уничтожается. В таком случае, в таком случае у вас в нашем конституционном праве это общественное место. Общественное место. Соответственно, вы не можете предъехать. Это общественное место. Так это общественное место, да? Ну, так мы не хотим. Понимаете, что мы ходим по кругу. Мы ходим по кругу по одному тому же вопросу. Единственный вопрос. Вы хотите заехать? Конечно. Давайте осмотрим багажник. Если вы не хотите, значит, просим свои извинения, то мы вас не можем пустить на данный территор. Но вы вообще не можете, а мы можем не отказаться от вашего предложения досмотра. Что? Что делать? Я даже не знаю. Что с ними делать? Протаранить шлагбам. Нельзя как-то незаконно ломать чугую собственность. Что делать? Мне кажется, надо вызывать сотрудников в полицию. Надо. У нас есть время? Да. Что там, с хором придет? Нет, он опаздывает как раз. Как тут паузу нажать? Да, красавчик. Можно нас еще секундочку? Буквально. Итак, как мы вас правильно... Вы хотите дальше снимать продолжать, что ли? Конечно. Как мы вас правильно поняли, вы нас не пустите, пока мы не покажем багажник, правильно? Ну, грубо говоря, да? Да почему мы здесь грубо говоря? Нет, ну просто, чтобы простым языком. Просто смотреть, а смотреть визуально. Так, простите, пожалуйста, а вы не представились, как вы зовут? Я представился, меня зовут Сергей, начальник смены. Начальник смены Чуйков Сергей Викторович. Совершенно верно. Вот ЧОП-батальон. А вы тоже лицензированный ЧОП, да? Совершенно верно. Да. А можете свое удостоверение сказать ЧОП? Давайте для начала мы посмотрим тогда уже, для начала, вы кто и к чему я вам должен предоставляться? Мы граждане, потому что законы о частной детективной охране деятельности. Ну я вам представился, у меня есть бейджик, я вам показал. Есть бейджик, да. В законе о частной детективной охране деятельности про бейджик ничего не сказано. Вот, ваш коллега более образован в этом плане. Ну, в общем, не хотим вас отвлекать, вы будете показывать удостоверение частного охранника или нет? Будем осмотреть машину, будете заезжать? Или так и будем стоять здесь на самом деле? Вы взрослые люди, мужики. Да. Взрослые люди. Вы будете заезжать на парковку или приехали просто поснимать сотрудников охраны, как они работают и так далее? Честно, приехали по делам, но и поснимать. И поснимать завтра. Да нет, если бы к нам не предъявлялись незаконные требования, мы бы не снимали, честно. Мы мирные. Так вам никто ничего не предъявляет и к вам не докапывает. Так мы поехали дальше? А? Мы поехали на парковку? Посмотрим, пожалуйста, приезжайте. Это незаконные требования. Это незаконные требования. Что значит незаконные? В общем, ладно, мы не будем, вы вот ушли от вопроса. Я же говорю, вы можете, если вам хотите, вы хотите посмотреть по закону документации, идите на первый. Законная документация в Конституции. Законная документация содержится в нормативах правовых актов. Вот. Хотите там смотреть, вам там все покажут. в том числе, на одинаковые актов. В общем, сейчас мы спросим, отказывается он, типа, удостоверение показывает. Если отказывается, то, типа, это самое, уезжаем потом на его жалобу напишем, и все. Посмотрим что у нас тут происходит Очки Прям человек рентгеновского зрения Присканировал багажник Хоп, нет бомбы Закрыл Хоп, нет бомбы Последний вопрос и мы уезжаем Нет вопрос вы нам предъявите удостоверение или нет Почти угадали Вы предъявите удостоверение или нет Заезжать будете или нет Или я должен к вам лично подойти Только чтобы показать вам свое удостоверение Конечно вы же ко мне обратились Конечно да Хотите Вон туда отъезжайте Стойте там Хотите, снимайте Но вы отказываетесь предъявить удостоверение? Ответьте пожалуйста в сторону Сейчас мы уедем Сейчас ваш человек ответит Просто да или нет Он отказывается предъявить удостоверение или нет? Ну почему он может? Вы кто? По закону о частно-детективной охранной деятельности Мы уже говорили А вы кто? Мы граждане Какая разница кто? Вы отказываетесь Вы понимаете Вы отказываетесь Конечно Мы должны вам все показывать Нет, он отказывается предъявлять или нет? Вы про перегородили людей А вы неудобства людям делаете Нет, это вы неудобства людям делаете Это вы делаете Нет, вы делаете Потому что вы единственные Что вы от этих всех людей не делаете Да, потому что вы единственные Кто борется за свои права Так вы отказываетесь или нет? Все, мы вас поняли До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал 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 DimaTorzok маленький целью безопасности просим от без багажни для визуального контроля если досмотрится на все право за то что неудобства прикольный тем ну чуть не осматривается все как всегда маски дел